В начале года в Зугрессе на базе терапевтического отделения больницы было открыто отделение палеотивной медицинской помощи. Руководству Харцисской администрации и Центральной городской больницы потребовалось почти полгода, чтобы добиться поставленной цели и дать возможность тяжелобольным людям находиться под надзором врачей в специализированном отделении. О дальнейших планах руководства Харцисской горбольницы далее в сюжете. Вчера на расширенном аппаратном совещании в администрации Харциска главный врач Центральной городской больницы Вадим Шиш представил главе городминистрации Виктории Жуковой отчет о состоянии дел в подведомственном учреждении и рассказал о планах на предстоящий год. В частности, после ввода в эксплуатацию палеотивного отделения в Зугрессе предполагается открыть еще одно отделение в Харциске, на этот раз реанимационное. По поводу отделения реанимации, открытия интенсивной терапии. Наш большой город – это Харцис, Зугресс, Иловая, большая территория, численность населения порядка 95 тысяч, и нет отделения реанимации. Это очень плохо, и этот вопрос поднимался с давних времен, больше 10 лет, наверное, то и больше, чтобы это отделение открыть. Не было возможностей такой, я не знаю, или какие были причины, но сейчас вопрос этот остро стоит, особо остро. Для того, чтобы уменьшить летальность пациентов стационарных отделений, улучшить эффективность и скорость оказания этой помощи. Для оборудования и содержания дополнительного отделения больнице потребуется увеличение финансирования. И существенное, поскольку большинство препаратов, применяемых в процессе реанимации пациента, мягко говоря, недешевы. Очень затратное мероприятие в том плане, что, ну, даже я не говорю о том, что организовать там оборудование и всё. Значит, содержание по медикаментам, содержание одной койки в сутки обходится в среднем не менее 4 тысяч рублей. Это сейчас, на данном этапе, в среднем. Кому-то больше, кому-то меньше, ну, в среднем вот такое содержание. Это только по медикаментам. Сегодня ближайшее отделение реанимации расположено в Макеевке. Если ехать в этот город, скажем, за покупками, расстояние в 10 километров не кажется слишком большим. Однако, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, и важна каждая секунда, то дорога в Макеевку может оказаться слишком длинной. Возможность проводить реанимационные мероприятия непосредственно в Харциске поможет спасти не одну человеческую жизнь. Штаты нам позволяют это сделать. У нас молодые пришли доктора, еще на подходе есть анестезиологи. Ну, все с вами укомплектуем, обучим. Ну, процесс, естественно, это не быстрый. Тут надо делать все с расстановкой, потому что отделение такое, очень-очень ответственное. Наверное, одно из самых ответственных, которое на границе жизни и смерти. В целом же, Центральная городская больница работает сегодня в штатном режиме, отметил Вадим Шиш. Все препараты для больных туберкулезом, для ВИЧ-инфицированных, а также инсулинозависимых пациентов есть в наличии. Прививочные кабинеты на 90% обеспечены всеми необходимыми вакцинами. Медведь катается на самокате, тигры прыгают сквозь огненное кольцо, а бесстрашный факир умело подчиняет своей воле очень ядовитую кобру. И все это в исполнении воспитанников детского сада «Красная шапочка». Сегодня в дошкольном учреждении состоялось театрализованное представление «Цирк зажигает огни» при полном аншлаге, разумеется. Только сегодня и только в «Красной шапочке». На импровизированной арене родного детского сада с программой «Цирк зажигает огни» выступили его воспитанники и педагоги дошкольного учреждения. Самодеятельные артисты переживали, как примут зрители представление, которому они готовились почти полгода. Волнения оказались напрасными, публика была в восторге. Еще бы, от номеров ведь так и веяло волшебством, если, конечно, вы в него верите. На импровизированную арену выходили веселые клоуны, дрессированный медведь на самокате, серьезная и строгая дрессировщица со своими очень даже милыми тигрицами, лихие джигиты-наездники, могучие силачи и грациозные канатоходки. В общем, все, ну или почти все, было как в настоящем цирке. Уже к середине представления равнодушных зрителей в зале попросту не осталось. Причем многие так и не заметили, что перед ними выступали дети с нарушением речи и опорно-двигательного аппарата, которые ежедневно занимаются с педагогами сада решением своих проблем. Одна из главных задач воспитателя, конечно же, развивать творческие способности детей. И праздник «Цирк зажигает огни» является одним из проектов «Республика для всех». И почему мы взяли именно цирк? Ведь именно цирк – один из самых демократических и доступных видов искусства для детей. Он позволяет решать очень многие актуальные проблемы нашей педагогики и психологии. Конечно же, связанные и с художественно-эстетическим развитием, и нравственным воспитанием, и формированием эстетического вкуса, и, конечно же, желание выступать с коллективом сверстников. Совсем недавно на базе детского сада «Красная шапочка» открылась школа молодого педагога. На занятиях опытные воспитатели и методисты делятся своими наработками и программами с коллегами из разных дошкольных учреждений, стаж работы которых не превышает трех лет. Например, сегодня гости могли понаблюдать, как следует помогать развиваться детям с ограниченными возможностями здоровья. Цель нашего клуба, конечно же, помочь начинающим педагогам в повышении их профессиональной компетентности в вопросах методики организации учебно-воспитательного процесса. Завершилось мероприятие давней цирковой традиции – торжественным выходом всех артистов на парад «Але». Юные лицедеи в очередной раз искупались в ватсях, после чего отправились подкрепиться. В садике обед строго по расписанию. И еще один сюжет о подающей надежды творческой детворе. Вчера в Харцизском центре детского и юношеского творчества были определены победители городского этапа республиканского конкурса художественной самодеятельности «Республика талантов». Конкурс проходит в ДНР уже не первый год и успел завоевать признание у своих постоянных зрителей. В городском этапе республиканского конкурса «Республика талантов» приняли участие 14 ребят из 9 школ Большого Харцизка. Творческое состязание призвано поддержать в первую очередь детей, которые воспитываются без родителей. В ЦДЮТ конкурсанты пришли в основном со своими педагогами-наставниками и опекунами. Цель конкурса именно поддержать этих ребят, стимулировать их к саморазвитию, к самосовершенствованию и, конечно же, создать ситуацию успеха, потому что, прочувствовав успех, человек начинает действительно двигаться вперед, получает путевку в жизни, потому что от чувства успеха зависит многие успешные факторы в будущем. По условиям конкурса детворе было предложено подготовить номер в одной из четырех номинаций – вокал, хореография, театральное искусство, художественное слово. Я не завидую чужому счастью и, как умею, берегу свое. И если у друзей в душе ненасти, то это горе также и мое. Победителям городского отбора предстоит подготовиться к республиканскому этапу конкурса, который 15 февраля пройдет в Донецке. 29 февраля победители уже республиканского этапа будут приглашены для участия в галоконцерте. Хочу заметить, что ежегодно лучшие победители Харциска занимают призовые места в Донецке. Когда конкурсная программа подходила к концу, в зале, а как вскоре выяснилось и во всем здании Цедуэты, а также в соседних домах, неожиданно погас свет. Впрочем, досадный технический сбой не смог помешать выступавшим в этот момент сестрам Оксане и Карине Масеевым. Девочки ничуть не растерялись и продолжили пение без музыкального сопровождения при полной поддержке зала, помогавшего дуэту дружными аплодисментами держать ритм. В итоге в своей номинации и возрастной группе сестры Масеевы заняли первое место. Если верить синоптическому прогнозу, то ближайшие двое суток для коммунальщиков станут первым в этом году серьезным испытанием на прочность. Сегодня в Харциске начала портиться погода. Как и предупреждал Гидрометеорологический центр МЧС ДНР, небольшой утренний снежок постепенно перешел в дождь, а затем сменился довольно интенсивным снегопадом. Завтра и послезавтра ждем облажные осадки в виде того же снега. Предприятия, задействованные в расчистке дорог, уже привели всю имеющуюся в наличии технику в полную боевую готовность. Чтобы не допустить образования снежных накатов и заносов на дорогах, техника Стимула начала расчищать проезжую часть улиц Харциска уже сегодня. Если метель все же обрушится на город, помогут трубный завод и Селур. В экстренной ситуации направить в Харциск свою специальную тяжелую технику готов даже Автодор. На сегодняшний день подготовлена у нас техника нашего предприятия Стимул. Это будет одна АКДМка, которая у них есть, будет производить посыпку. Это будет МАЗ с отвалом, который будет помогать ей расчищать. Также у нас есть договоренность на АКДМ трубного завода и Селуровского. Есть договоренность с Автодором, которые в свою очередь нам обещали также помочь техникой в случае нашего уже несправления с тем объемом снега, который может за три дня выпасть. Коммунальное предприятие Стимул, разумеется, подготовило и противогололедную посыпку. В случае необходимости на проезжую часть и пешеходные дорожки Харциских улиц будет высыпано почти 90 тонн специальной смеси и песка. Посыпочная смесь подготовлена на два дня. То есть проблем пока я не вижу. 30 человек это будет задействовано, которые будут заниматься чисто тротуарами. То есть уборка от снега и посыпка песком. Есть опасения, что за двое суток обещанного снегопада изрядно заметет и дворы многоэтажек. Обслуживание жилого фонда – забота службы единого заказчика. Чтобы обильные осадки не спровоцировали еще одну проблему, связанную с задержкой вывоза ТБО, рабочие СС в первую очередь будут обеспечивать проезд спецтехники, к контейнерным площадкам. Посыпочный материал везде развезен на участке, везде попрятанный, для того, чтобы он не замерз, потому что так как у нас снег, дождь и морозы грядут на ночь, чтобы он не обледенел, не замерз. Это уже все у нас отработано, все сделано. Потом отработано у нас на данный момент выход дворников. 58 человек у нас сейчас на предприятии, которые должно быть и вообще 90 по штату. Не хватает у нас 34 вакансии людей, дворников. Будут дворники у нас распределены, так что народ пусть не пугается, не боится, не переживает. Постепенно, потихоньку мы все разгребем. С пяти утра будем выходить. И также у нас еще выводится техника трактора, которая будет расчищать подъездные пути для вывоза ТБО. Вы понимаете, чтобы не было такого, что у нас получится, что вывоз ТБО будет образоваться куча. В свою очередь городские власти обращаются к харцезянам с просьбой не оставлять свои машины на проезжей части и в других местах, где они могут помешать работе снегоуборочной техники. Парковки я попрошу не производить у бордюров, не бросать машины у бордюров, потому что будет опять-таки идти техника, будет посыпать. Хотел бы попросить жителей городов, что при отсутствии острой необходимости не выезжайте на дороги, если у кого-то зимняя резина не соответствует нормам, постарайтесь воспользоваться лучше общественным транспортом, потому что будет работать крупногабаритная техника коммунальная, которая будет расчищать дороги, чтобы у нас не получилось, что застряла машина из-за того, что человек имеет малый опыт вождения в снег, он создал затор, техника не прошла, дорога вовремя не расчищена и от этого начинаются первые проблемы – намерзание, замёта и так далее. Подумать о своём здоровье горожан призывают и врачи. Например, пожилым гражданам харцезские медики советуют в дни непогоды оставаться дома. Не рекомендуется людям пожилого возраста выходить без большой необходимости на улицу или даже без сопровождающих людей. Лучше воздержаться от выхода на улицу. Людям в алкогольном опьянении не стоит тоже находить на улице, дабы не получить травму. Ну и молодым девушкам, женщинам теплее одеваться, чтобы не заработать себе заболеваний простудных. Кажется, природа всё-таки решилась подарить нам в первой декаде февраля 3-4 по-настоящему зимних дня со снежком и морозцем. Отнесёмся к этому адекватно и до встречи на канале ТВСФЕРА. 6 февраля исполнится 60 лет композитору Игорю Игоревичу Матвиенко. В музыку Игорь шёл напрямик, после школы музучилища хореограф и композитор. Первые музыкальные коллективы назывались соответственно «Первый шаг» и «Здравствуй, песня». Потом с Николаем Расторговым Матвиенко основывает группу Любе, для которой пишет музыку и делает аранжировки. Потом создаёт ещё несколько музыкальных групп, среди которых «Иванушки» и «Звери», после чего и вовсе ставит производство певцов и певиц на конвейер, участвуя в проекте «Фабрика звёзд». В 2014 году Игорь Матвиенко музыкальный продюсер церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Среди множества песен, музыку к которым писал Матвиенко, довольно большое количество посвящено погоде. Такова, например, «Восточный фронт» на стихи Константина Арсеньева. Открыло небо «Восточный фронт», грохочет градом, сверкает боем. Но мы-то знаем, что всё пройдёт и будет вёдра. Давай поспорим. Ну, до солнечной погоды в нашем регионе завтра, 6 февраля, дело не дойдёт. Но интенсивные осадки прекратятся. Днём облачно, туман. Временами осадки. Температура воздуха минус 1 градус. Ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду. Ночи облачно, возможны осадки, туман. Температура воздуха до минус 5 градусов. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду.